И снова. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Смотрите, вот мы разговариваем про точки на теле. Они есть разные. Давайте их разобьем на три типа. Акупунктурные точки – это просто для стимуляции и запуска каких-то внутренних систем, органов, активизации. Их давайте пометим красным цветом. Это вот как мы с ними работаем. Вот тут они идут вдоль лопатки. Их на самом деле в китайской медицине много, но мы китайщиной не занимаемся, термины никакие не даем. Просто условно их прожимаем. Вот тут вот, точку под этим углом нажимаем, середина трапицеридной мышцы и где она крепится. Получается. Некоторые из них могут... Давайте еще так рисуем. Раз, два, три. И вот тут вот они, которые мы продавливали. Потом они также идут на ухе. Вот тут, в этом месте, и вот в этом месте. С ними мы работаем как? Либо прищепляем, я тебе на ухо ничего не рисовал, не выйти. Прищепляем их, например, с ухом, да, просто давление. И отпустили. Либо ввинчиваемся туда, технику шерцу, и вывинчиваемся. Либо просто нажали и провибрировали, да? Одну, вторую, третью, четвертую. Вот. А они могут совпадать или не совпадать с триггерными точками. Вот, например, вот тут. Потом еще. Вот этот тоже совпадает. Вот этот тоже может совпадать. Но триггерные точки, они не всегда в эти месяцы. А это вот одна. Вот, вот тут, вот, точка. Тут как бы даже не точка, тут зона вообще вот такая. С ними мы работаем таким способом. Мы нажимаем, они болезненные, да? Их можно вообще найти. То есть они у разных человек могут скопиться в другом месте. Это просто как бы стандартные. С ними как мы работаем? Нажимаем в нее глубоко, через боль. Человек терпит, да? Если пальцем не получается надавить, то нажимаем локтем, да. Он терпит и дышит. Мы с ним разговариваем, предупреждаем. Вдох делаем и выдох. Медленный вдох и выдох. Синхронизируем свое дыхание с ним. Вдох и выдох. Как правило, минута проходит и боль уходит. Ну, иногда бывает там две минутки, да? Тогда мы читаем такой наговор специальный. Я понимаю эту боль. Я ее принимаю для себя. Для чего-то ведь она была дана. Для чего-то нужна. Я ее понимаю. Но теперь отпускаю. Боль ушла. Я посылаю туда любовь. И отпускаюсь с меру. Все. Как только вы это скажете, боль уходит. Наговор читается в натуральном времени. Ну, в реальном времени, да? И в прошлом, и в будущем. И в утвердительной форме. Обязательно. Ну, еще можно попросить человека представить, чтобы он как бы через эту точку вдыхал воздух и выдыхал. Иногда триггерная точка может превратиться в зону. То есть, это целая зона может быть. Ну, ладно, ягодицы к ней буду рисовать. То есть, это какая-то целая даже зона может быть. Следующие точки. Ну, давайте еще вот эти акупунктуры нарисуем. Вот. Мышца закончилась. Задняя дельтовидная мышца, да? Вот она закончилась. Началась круглая мышца. Вот между ними. Точка. Вот она круглая мышца. Видите, кружок. Тут малая круглая мышца есть еще. Вот между ними точка. Под лопаткой, где-то, с этой стороны, вот туда, в таком направлении. Ну, вот еще одна точка. Ну, этим на... Другая лопатка. Надо было руку. Двини, одну руку возьму тебя. И назад. Вот так надо было руку просто. Затекли уже руки, да? Нет, плечи больные. Сползли немножко точки. Ну, в общем, по мышцам примерно вы их увидите. Вот получается вот тут точка. Вот тут. Вот тут. А эти тут идут. Далее точка... Будет триггельная. Все, возвращай назад. Вот здесь, прям по центру вот этого отрезка. На левой стороне мышц и по левой стороне мышц. Потом идут точки, так скажем, нервные. Это ровно по центру шеи. Там блуждающий нерв идет. Вот мы находим точку. И тут ее прожимаем. Это я бы значил черным цветом. Крестики такие поставлю. И точка вот здесь. Эту мышцу поднимаем, да? И прям вот туда, внутрь тела. Вот тут точка еще находится. То есть я давим перпендикулярно сюда. Эту перпендикулярно сюда. Эти точки давятся по-другому. Третий способ. На задержке дыхания. Просим человека вдох сделать. Вдох. Нажали. И держим. Секунд 10-15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпускаем их быстро. То есть эти точки мы отпускаем спокойно, медленно выходим, да? Эти точки отпускаем быстро. Кровоток сразу усиливается. И отпускается вот эта точка волшебная. Отпускается весь вот этот вот, все мышцы, плечи, плечевого пояса вместе с шеей. Такая же точка, в принципе, находится на уголке лопатки. Опять держи ее вот. Дорисую вот крестик. Эти же точки находятся еще. Думаю, отдельно потом надо будет проходить, да? С точками с этими. Вот здесь седач нерв идет, да? Примерно от сгиба, где-то три пальца отступаем вот так. И три пальца в сторону. Получается вот точка. Вот точка. Мышцы, конечно, заканчиваются вот здесь. Дальше сухожилий идет, да? Вот здесь получается точка. Потом на расстоянии, посередине этого расстояния вот точка. Ну, можно еще вот здесь. То есть, триггерная точка, там он боль испытывает, да? Там мы делаем на дыхании и на наговоре. Продыхиваем ее. Говорим, чтобы он через эту точку вдыхал и вдыхал. Если где-то здесь тоже она может быть. А если точки так просто нажимаем, да, то они для стимуляции нажимаются. Вот, например, мы эту мышцу стимулируем. О, курсы. И прожимаем точку. Да, ты можешь сам нажимать. Давай, верхний, сверхний. С тобой делай, да? Вот так. Болезненно? Болезненно? Да. Вот. Все, 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 все. И вот эти точки, это уже место крепления мышц, да, вот мы их тоже прожимаем. Получается, четвертый вариант. Давайте какой-то назовем зеленый фломастер. Зеленый фломастер. Четвертый вариант. Это точки мы нажимаем для того, чтобы когда у человека спазм. То есть, мышца. Ну, любая мышца, примерно, она вертенообразная, да? Вот какая-то такая. Заканчиваются сухожилиями. Где-то там крепится, да, она? Для... Мы как с ней работаем? Мы работаем, ее растягиваем, растираем, пытаемся вывести эту кровь оттуда, да? Либо вытягиваем вот методом глизинга вот так, вот так, да, вот так. Но мозгу, на самом деле, все равно, откуда идет сигнал боли. Отсюда, отсюда, либо отсюда. Место крепления, да? Поэтому мы дополнительно еще продавливаем точки на место крепления сухожилий. Также сильно с болью. На задержке дыхания. Задержали дыхание. Отпустили. Получается, да, впустим, резко... Напор, чтобы убили. Да, 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 получается напор, да. Да, то есть, эффект шланга. Кровь здесь скапливается, да? Сюда не идет. Мы резко отпустили, она пошла. Кровь и как шланг пробивает эту пробку. Условно говоря. Также вот можно сухожилия найти, да, вот эти же крепятся где-то, где они крепятся? Вот возле пятки. Вот возле пятки нашли эти точки. Вот прям силы их прожимаем. Отпускаем. Какая-то мышца отсюда расслабилась. Потом вот тут вот. Нажимаем, отпускаем, и она проходит. А вот акупунктурные точки рядом, да? Это вот это, вот это. Вот это целая зомана. Это вот за сексуальность, например, отвечает. Это мы с другим смыслом продавливаем. Ну, точку вообще их там... Дискосоственно, все их не нарисуем. На статье показать так условно, да? Угу. Нам все это, знаете, досконально не нужно, если вы... Ну, если только вы конкретно не хотите какую-то проблему там вылечить. Да, да, конкретно орган. Здесь, соответственно, идут грудной части, да, сердце. Легкие тут идут, да? Но вот тоже точки под мизинцем, вот туда. И вот она тоже отвечает за половую сферу стимуляции. Дальше идут пальцы. Это органы головы. Здесь получается большой палец. Это череп. Ну, дальше я там до слова не знаю, да? Да, точки прямо вот тут находятся. Там это... Если это левая, правая нога, да, то отвечает за левую сторону, соответственно. Второй палец это сердце, по-моему, да? Ну, я вот точно не помню. Сердце там, печень, почки, что-то тоже. Пальцем относится. Нет, это вот это относится. Здесь уже глаз, ухо, скула левая. И коренной зуб, по-моему, левый. Что-то такое. Честно говоря, эти схемы, они на самом деле, если вы посмотрите, там, тайские, они по одному объясняют, китайские по-другому, японские по-третьему, тибетские по-четвертому. Все правильно. Но оно то же самое, что вот и пальцы тут. Вот эта голова, это пошло вот эти вот все остальные. Ну, если говорить вообще про проекцию, есть такой принцип голографической Вселенной. Мы сами повторяем Бога, как голограмму, воплощенную здесь. Также любая частичка здесь на Земле воплощает весь космос. И наоборот, весь космос воплощает в себе единую частичку, которая здесь. И также наше тело сконструировано. Мы многократно еще раз и еще раз повторяем сами в себя проекции свои. То есть наши органы спроецированы на стопах, на каждом пальчике ноги тоже все повторяется. На спине все повторяется, на ушах все повторяется, на лице повторяется, тоже получается. Вот тут толстый кишечник находится, здесь вот почки находятся под верхами, здесь легкие находятся, ну и так далее. Перевернуто получается верх ногами, да. На ладонях находится, да. На языке находится, на радужке глаза находится. То есть многократно это все на черепе тоже находится. Многократно это все повторяет друг друга. Ну досконально знать это, я не знаю, это немножко можно заморочиться. Да, оно и не нужно. Ну, соответственно, вот опять, если у вас пальцы не сгибаются, да, то вот здесь, где они крепятся, да, сухожилия, соответственно. Вот мы эти сухожилия проминаем так же, вот как точку, вот здесь сухожилия, да, к пальцу, поднимающие его, вот оно. Мы его вот вместо крепления, да, их все рисовать-то не нужно, просто он так логически представляет, где он заканчивается, и прижимаем. Так, ну, соответственно, вот так вот, вот так надо все пальцы, и вообще вот так вот надо выкручивать. Здесь получается левая сторона тела, здесь правая сторона тела. Ну вот очень легко проверить, например, толстый кишечек, очень много засорен, это вот прям серединка вот стопы, болит. Аккупунктурные точки, которые красный, дурят, ничего, это вот как бы вот сигнал того, что если где-то здесь болит, вот в центре ладони тоже толстый кишечник, продавливаем его прям сильно, не болит, да? Нет, чистку делаю. Чистку делаю. А-а-а, ты подготовленный пришел? Ну, все, а чистку, хитрый какой. Толстый кишечник полностью делаю. Да, ну это вот очень важно, да, вот видите, толстый кишечник здоровый. И, соответственно, я вам уже говорил про точки, да, науки, как они совпадали. У меня в одной клиентке совпало, да, и мы ее дополнительно стимулировали. Сейчас я вам лайфхак такой скажу. Паузу пока поставьте. Один. Да, вот такой небольшой лайфхак от Олега Гудвина. Пока мы работаем со спиной, да, человек к нам ходит уже несколько процедур, мы решаем какую-то конкретную проблему, да, то есть, ну не в первый раз, да. Мы голову обычно кладем на бок, для того, чтобы нам растянуть все по стороне, да. Как можно же эту возможность использовать для того, чтобы стимулировать ему аккумуляторные точки позвоночника по внешнему ободку уха. Вот он лежит, мы с одной стороны работаем минут десять. Да, вот такая гирлянда получается. Красивая. Ну, давай ходьми. Вы гирлянда, да? Чего ты с ним сегодня не делаешь? Вот с ним работаем в этот момент. Ну да. О, я думала, это уже была кровь у него. А это фломастер идет. Это фломастер, да. Так. И, поскольку видел про точки, еще один тоже лайфхак. Пока он лежит, знаете, есть такие свечные, гушные свечи. Да, да, да. Также можно, да, длинные. Ставишь их и зажигаешь. Ставишь, зажигаешь, да. Но через бумажку только, чтобы не капать на лице. Ну да, а они не капают. Да. Ну, я тоже там делаю. Тоже делаю, да? Не, делаю бедняк. Вот, и еще точки акупунктурного позвоночника самого, да? Вот мы говорили про ухо. И они также на стопе, на внутренней стороне стопы повторяют. Получается, идут по линии. Их легко обнаружить. Кожа меняется. На стопе другая кожа, да? Вот по линии этой кожи, соответственно. Вот тут где-то копчик идет. Здесь где-то получается шея. И вот это вот череп. Вот тут, соответственно, поясница. Их также стимулируем и продавливаем. Во время массажа ног. Но до массажа ног мы еще доберемся завтра. А сейчас переходим к массажу черепа. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте с нами. Переходите к нам заниматься. С вами был Олег Аллафгудвин.